Основные силы ВСУ В Национальной гвардии Украины вели огонь по жилым кварталам из ураганов, смерчей, системы залпового огня, град, а также из минометов. Такие сильные обстрелы, мы думали, что летом это страшно, а оказывается это сейчас страшно. В любую минуту снаряд может прилететь, откуда летит, что летит. У нас соседи в этом, во враге валялись утром. Лежали, вернее не валялись, неправильно сказала. То есть каждую ночь обстрелы идут? Да не только ночь. Вот сейчас тишина, в любую минуту может начаться обстрел. Сегодня в 9 часов утра был. Вот попала соседям вон там в дом. Вон там кухню разрушила вообще. Кухни нет. Ну кухня это не беда, но только у людей стекла повылетают. Мы свои рамы вставляем на место. Там вот шахта трудовская, вот наша, только недавно перестала работать. А так мы постоянно ходили работать под обстрелами. Идешь на работу, потому что шахту надо восстанавливать, работать надо. А сколько сейчас шахта пострадала? Шахта? Угу. Ой, там сильно и ленты порабевала. Огнем артиллерии в ночь с 27 на 28 января разрушены дома исключительно мирных жителей. 80-летний мужчина был убит осколком снаряда, который разорвался во дворе его дома. Всего за 27 января в Петровском районе 3 человека получили ранения. 12 домов было повреждено или полностью разрушено. Большинство на поселке живет. Матери наши, отцы уехали все. Вас сильно обстреливают, да? Да стреляют так, что кошмар. Просто Господу молимся, чтобы живы остались каждый день и все. Потому что больше надеяться не на кого. Они ж фашисты, они ж не понимают нас и не поймут никогда. Да, они давно нас хотели завоевать. Но раньше у них не получалось, а сейчас у них шанс выпал. И все. Вот они им и воспользовались. А у нас здесь люди живут здравомыслящие, хорошие, здоровые, крепкие. И крепкие мозгами, и телом, и всем остальным. И не сдадимся мы никогда. Вот это вот буквально на днях прилетело туда все. По информации на 16.30 28 января 2 человека погибло, 4 ранено, повреждено 15 домов. Наибольшее количество разрушений зафиксировано по улицам Шестакова, Добровольского и Щипачева. Военные корреспонденты Оксана Волчонок, гвардеец Давид Худжиц. Специально для Новороссия ТВ, город Донецк. Продолжение следует...